А теперь о происшествиях. Аптека здоровья по улице Ковтюха понесла ущерб в 500 тысяч рублей. Медицинское учреждение было ограблено. Преступник пытался скрыться с деньгами, но эта попытка обернулась неудачей, так как он был задержан сотрудниками охранного предприятия «Евромост». Они сразу же сообщили в полицию о том, что на территории аптеки посторонний и им нужна помощь. Чем закончилась история в материале моих коллег. Неудачную попытку ограбления совершил 25-летний мужчина. Разбив окно, он незаконно проник в помещение аптеки и, вскрыв металлический сейф, похитил деньги на сумму полмиллиона рублей. Как рассказал грабитель, пошел он на преступление осознанно и в трезвом состоянии. Просто очень нужны были деньги. Семной просто работы не было. Вот и пришлось. То есть из-за этого, да, у вас не такой поступок? Ну, не из-за этого. Я еще хотел денег на свадьбу заработать. Обычным путем я бы на него года три копил. Три года деньги копить не в тюрьме сидеть. Сыграть свадьбу молодым в скором времени теперь точно не получится. Учитывая, что парень совершил преступление, относящиеся к категории тяжких, срок ему грозит немалый. По Уголовному кодексу Российской Федерации данная статья предусматривает до шести лет лишения свободы. Мужчина подозревается в совершении преступления, которое классифицируется как покушение на кражу или тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере, так как преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. В настоящее время в отношении подозреваемого в совершении этого преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом МВД России по Славянскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. На данный момент следствие по этому делу продолжается. Сколько лет за решеткой проведет подозреваемый, будет решать суд.